добрый вечер всем рада вас видеть шалом всем спасибо во первых хочу вам сказать большое потому что благодаря вам я первый раз за трое суток встала с кровати я заболела надеюсь что это не корона завтра у меня проверка поэтому у меня нету голоса но я надеюсь что я не зря встала и этот ирок поможет нам с вами вместе разобраться в очень важной для меня теме у вас был выбор из двух тем которые были мне близки я хотела вам дать и выиграла мы если можно так сказать тема которую я для себя если честно очень боялась сама раскрывать эта тема смерти и дай бог чтобы никто с этим не сталкивался но мне бы очень хотелось минск привет небо вашей стране с божьей помощью и моей в том числе спасибо окей у нас сегодня с вами недельная глава хаэй сара жизни сара и поговорим с вами про смерть как бы это ни звучало и так мы начнем с истории как обычно был один мальчик руби ровен наверное в америке который в одно прекрасное утро постучался в двери к учительнице к женщине которая давала частные уроки по игре на фортепиано и открыла женщина и он говорит здрасте я бы хотел у вас обучаться игре на фортепиано она сказала на ты кто амен пасил большая и мальчик мне 11 лет вот моя мама сидит в машине и я очень хочу заниматься извини первое что она хотела сказать что я не беру учеников с улицы что с моей профессиональной стороны мальчика там 11 лет и ему уже очень сложно чему-то научиться если у него нету сверхъестественного таланта привет всем и я думаю что я тебя не возьму извини пожалуйста найди какие-то уроки в ю тубе или какого-то учитель на который готов тебя взять но была одна фраза которая не после которой она не смогла отказать он ей сказал я очень-очень-очень хочу мечтаю чтобы когда-то моя мама услышала как я играю пожалуйста я сделаю все что от меня зависит возьмите и попробуйте и она не смогла отказать и она взяла его этот мальчик ходил лет и на протяжении года ну что сказать она не ошиблась своих опасениях потому что у мальчика было были сложности он не слушал несколько звуки но ты ему все было очень сложно у него была сложность играть вот когда в какой-то момент он пропал она даже не стала ему звонить она подумала наверно он сам понял что у него нет особого таланта он портит мою репутацию мне очень сложно я веду детей с самого красиво большая привет хамочка любимая моя с самого маленького возраста поэтому ничего страшного что он от нас ушел и вот в конце года она делает рассылку в цепи что она проводит концерт мамочки большой привет люблю 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 и обнимаю что она проводит концерт и приглашает туда всех учеников естественно в этой рассылке был мальчик руби и за день до концерта он звонит и говорит знаете я хочу попробовать ну как ты же не занимался ты столько пропустил я думаю что тебе не стоит дайте мне возможность я хочу это сделать приходи и вот настал день концерта большой зал бабушки мамы дедушки все кто хотели похвалиться своим чадом пришли одетые в красивые рубашки в бабочке сели на свои места в ожидании концерта своих детей и вот самый последний выходит на шрубе он выглядел очень неопрятно у него не было чистой одежды волосы выглядели так как будто он им не мыл уже несколько недель и конечно люди в зале начали оборачиваться кто мама этого ребенка где вообще родители что он с нам сможет дать и учительница тоже смотрит на него без особых ожиданий когда он подходит к инструменту зале становится тишина и все мысли пропадают робби начинает играть так как будто в него вселился моцарт он не смотрит на клавиат на клавиши его пальцы играют сами по себе он проиграл произведение через шесть минут когда он остановился зал встал и начал хлопать его дальше когда все это закончилось естественно наша учительница она позвала его к себе и сказала руби объясни что произошло как ты смог сделать такой переворот своей жизни он сказал моя мама всю жизнь была глухая и моя самая большая мечта была чтобы она меня услышала чтобы когда ей врачи вернули слух она смогла услышать как ее сын играет и я каждый день играл и играл и играл и играл последние месяцы когда я к вам не приходил моя мама заболела той самой болезнью и и я ухаживала за ней потому что я ее единственный сын и больше у нее не было никого и вчера моей мамы не стала и по пути на этот концерт и я вдруг понял что это будет первый раз когда моя мама на самом деле услышит как я играю я не знаю как так произошло во мне всплыли все знания все ваши объяснения мои пальцы играли сами по себе и я от себя не ожидал такого мне просто очень хотелось чтобы мама мной гордилась а кстати у меня мурашки по коже несколько лет назад у меня не стала папа моего очень близкого родного папа и естественно когда я приехала в беларусь на поддержать маму на похороны мы очень много разговаривали и я как человек который соблюдает и верит во всевышнего от меня ожидали что я скажу какие-то слова как на это все смотрит тора как всевышний относится к смерти и я ничего не знала я не понимала и у нас стоял не мой вопрос а что дальше а а если какая-то связь с папой а можем ли мы как-то продолжать разговаривать с ним молиться за него если какое-то его присутствие что делать с вещами что происходит после смерти ведь не может же быть такого что тело умирает и человек как будто бы не существовал и очень долго я боролась с собой не хотела изучать эту тему потому что мне кажется меньше знаешь лучше спишь но благодаря этой недельной главе хаисера у меня появилась возможность переступить через себя и вместе с вами с божьей помощью разобраться если жизнь после жизни как спасибо как всевышний как тора советует нам смотреть на смерть и не дай бог я еще раз говорю чтобы никто с этим не столкнулся но это как одна из основных постулатов которые бы я хотела вам передать и смерть она заставляет нас заниматься чем-то чем мы не любим заниматься трогать большая трогать не физическую вещь думать о чем-то что нельзя измерить потрогать что нельзя представить собой самый рациональный человек в такие минуты он задает себе один вопрос а может есть что-то больше физического а может быть и есть что-то за гранью за рамками из того что мы не видим как знаете этот анекдот что ученики повторяйте за мной бога нет учительницы говорят но мозг тоже не видно может учительницы и мозга нет то есть если что-то что мы не видим она может существовать и как это все происходит наша недельная глава называется жизнь сады хаисера и я уверенна что если вы слушали какие-то уже лекции новая игра или на других ресурсах очень много задают этот вопрос почему жизнь сара если эта глава у нас рассказывает о противоположных вещах если бы мы хотели с вами придумать самую неподходящее название этой главе мы бы сказали жизнь сара это с глава занимается всем кроме жизни это противопоставление это совершенно и на которое нет хуже нет противоположнее название для этой главы чем это что дали наши мудрецы и и я бы хотела разобраться почему именно это это название и она обязательно нас чему-то научит андрей спасибо большое я значит не зря стала сегодня итак начало недельной главы и у нас сразу с первых строк говорится и было жизни сары сто и двадцать и семь лет умерла сара что произошло авраам как мы знаем взял своего сына и цхака и повел его по наставлению всевышнего на акиду для того чтобы принести его в жертву еще раз я хочу вам напомнить что если у нас с вами есть внутри в сознании восприятие картинка что авраам берет колясочку с маленьким ребенком и несет его убить нет и цхаку было 37 лет это был осознанный парень и когда мы говорим что это было испытание авраам а мы должны должны понимать что это было испытание и цхак он в любой момент мог сказать тебе заповедовал не мне я тут причем ты со своими уставами со всевышним разбирайся сам а я хочу еще жить на мне между прочим наказание всевышнего наказ плодить размножайся тебя будет еврейский народ ну что рады вас видеть слушать не рады что я сама не могу слышать свой голос извините пожалуйста и вот они пошли царь осталась одна дома она помыла посуду молилась попила кофе и думает где же там мой муж мои дети пишут им ватсап и они чё-то не отвечают и тут приходит к ней сатан и говорит царочка милая знаешь ли ты где твои муж и сын нет не знаю какая ты наивная думаю что они пошли учить то его нет твой муж сейчас привязал твоего сына по рукам по ногам и вознес над ним нож для того чтобы его убить и если она этого не выдержала сэра умерла в ту же секунду где деньги где дети которые ты мне обещал он возвращается с мыслями все закончено я все сделал сейчас первое что мне хочется прийти и сделать дома это обнять собой сказать сара с этой минуты мы с тобой заживем у нас будет все что обещал всевыше и наконец начнется белая полоса в жизни и когда они подходят к дома они видят амбуланс скорая помощь милиция все что угодно носилки на которых выносится и если многие мудрецы говорят что испытание акидаты цхак была самая страшная в жизни абраама то приходят другие говорят что наверное смерть цара но не не меньше потому что это два испытания последних которые говорят все что ты терпел до этого забудь она была просто так она не имеет никакого значения все что ты терпел все что ты молчал и пережил не будет этого всевышний обещал что от тебя произойдет народ и так это все красиво рассказывал что как звезды на небе как песок на пляже только что он думал он убьет своего сына этого не будет выдохнул и сейчас он понимает что сара нету а ради чего это все было а с кем мне продолжать а для чего мне дальше жить и где мне брать силы исполнять дальше волю всевышнего и опять я вам говорю если бы мы хотели найти самое неподходящее название этой недельной главе мы бы сказали что это глава жизнь сара яков привет спасибо большое и так если мы говорим что здесь нет жизни сарой я больше усилю этот это утверждение скажу не то что мы не говорим здесь про жизнь сара мы еще с каждым разом отдаляемся от сара ведь все что происходит недельной главе это три вещи и мы видим что мы как будто бы шаг за шагом забываем о саре первое о чем у нас говорится абрам ищет на дел где будет похоронена сара он ее хоронит в пещере мах пила в мэм в хевроне выкупает эту землю там где были похоронены адам и хава и сарина тело покоится с миром второе самое главное чем занимается наша недельная глава они ищут невесту и цхаку и сказано что когда и лезер приводит в дом рифку что происходит она заходит в шатер сара и не спрашивайте почему они не сняли новую квартиру почему они не поселились по соседству они заехали в шатер сара и этот шатер снова заблоку хал теми заповедями теми чудесами которые жили и были при жизни сара вновь появился свет свечей которые горели семь дней вновь запах свежих хал которые не через твели до следующего шаббата и вновь появилась облако всевышнего которая показывала что она охраняет эту семью и мы видим что нашли замену сары ля в деле так же как ложки назов не принято называть и детей в честь живых родственников потому что это чувствуется как будто бы смотри бабулечка у нас уже есть молодое поколение уже назвали твою внучку сара твоё время уже как будто бы прошло то же самое мы чувствуем когда все нам сара в принципе не нужна сейчас новой новая серия новая рифка она заняла полностью место сами заменила ее не рядышком а вместо нее и следующее самое трагическое мне кажется что происходит в этой недельной главе кроме ицхака отдаляется и сам авраам написано что он находит себе новую жену есть мудрецы которые говорят что ктура жена третья авраам это была же та первая гарри которая так не любила сара и если мы возьмем в учет это этот комментарий мы понимаем что авраам делает то что сара против чего сара всю жизнь боролась эту ненавистную и женщину он возвращает в дом и рожает вместе с ней еще шесть детей и недельная глава на этом заканчивается скажите мне пожалуйста если что то более трагичное для человека когда за одну глобу память о нем полностью исчезает как будто бы не было человек ее похоронили жизнь продолжается уже новая жена новые дети новый дом я потом почитаю ваши 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 комментарии спасибо дина спасибо дина я просто боюсь сбиться и я понимаю что все что происходит недельной главе она все приходит нас чему-то научить наверное есть что-то что мы не понимаем и я с божьей помощью с благодаря письмам рыбе разобралась в этой теме мне скорее хочется объяснить вам что же вкладывают вы во все эти истории всевышний и что мы должны из этого выучить рамбам комментируя эту недельную главу очень много уделяет внимание повторяющемуся слову которое бы мне я бы хотела с вами разобрать что мне кажется что он поможет нам добраться до сути когда авраам принес тело сара в хеврон для того чтобы там похоронить он сказал и похороните это тело передо мной похороните сару передо мной и тут возникает вопрос очень странная связка что такое передо мной то есть может быть так чтобы и мне было место ну ясно что она умерла перед ним что такое передо мной может быть он имел ввиду что когда он ее хранил он за сказала не переживай я скоро присоединюсь к тебе мне здесь недолго без тебя осталось я не выдержу но тоже вряд ли потому что человек у которого есть такая сильная вера и во всевышнего он не может сказать что мне без тебя жизнь не мила я хочу умереть мне здесь делать нечего каждый понимает что жизнь продолжается где-то есть смысл в этом передо мной которая мне кажется раскрывает вообще всю эту тему я хочу рассказать историю про пару эта история приведена у меня в книжке о истории про рабе я эту историю читала как раз детям перед шаббатом прошлом и мне вот прям показалось что она специально мне всевышний открыл эту страницу потому что ничего больше не подходит под этот рог какая-то история у одной пары был сын единственный в котором они души не чаяли и когда он был совсем маленький и ни она ни о ком не будет сказано болезнь забрала этого сына и пара не находила себе успокоения они приходили домой у них не поднималась рука выкин выбросить вещи игрушки вынести из комнаты детские вещи и они начали ходить к разным равенам для того чтобы сейчас а да конечно андрей я не говорю только по чистому тексту торы я говорю тоже по комментариям которые приведены в талмуде и комментарии ваши если есть то раз комментарии мраши на русском языке вы можете почитать это все написано и я с головы ничего не выдумываю я учусь от равенов которые приводят эту информацию взяли я просто не говори вам эти места потому что мне кажется это забьет и в общем вас это только запутает но если вам надо посылка на какое-то место которое вы хотели бы изучить самостоятельно я с удовольствием вам дам и они начали ходить по равенам искать для себя смысл жизни и как мы знаем равен очень легко находят ответы на эти вопросы это наверное была душа которая спустилась и здесь она провела какой-то гель гули она ушла назад другие говорили что это ваше испытание вы должны были через него пройти дальше ваша жизнь новыми красками естественно ничего это не помогало в пирте а вот поучение отцов сказано что не сим большая дали что нельзя утешать человека когда перед ним лежит труп потому что никакие слова не помогут когда мы приходим поддержать человека не дай бог чтоб не было в нашем окружении таких людей мы должны закрыть его это просто слушать слушать молчать потому что никакие слова не утешит человек и вот эта пара потеряла всякую надежду найти объяснение смысл мотивацию и один человек их отправил крабе и пожалуйста андрей и рабием сказал он выслушал их он плакал вместе с ними и он спросил их один вопрос скажите пожалуйста если бы вашему сыну предложили работу в далекой далекой стране работа с большой зарплатой где у него будет хорошее окружение где он будет наслаждаться каждым днем вы бы его отпустили конечно пустили нам бы было очень сложно но каждый вправе выбирать место где ему находиться придет время каждый из нас отпустит наших детей в в плавание но нам бы было очень сложно извините я смотрю что у меня этот цветок как будто бы причастны если я вам скажу говорит ради что у вас есть возможность посылать этому сыну вашему сыну посылки что он отправил вам письмо с адресом у вас есть возможность посылать и рассказывать и делиться и какие-то подарки вы бы что делали но мы бы каждый день посылали посылки мы будем собирались сладости каширанной мы бы мы писали письмо мы бы Мы ему каждый день рассказывали о погоде. И Раби сказал, это именно то, что произошло. Ваш сын, он не испарился, он не исчез. Он перешёл из этого мира в мир другой. И у нас есть адрес. И мы знаем, где он находится, и с кем он находится. И у нас есть возможность быть с ним на связи, и передавать ему, делиться с ним, дарить ему. И я очень хочу вам сейчас рассказать, как это всё делается. Я уверена, что вы догадались, что это всё наши заповеди и молитва. Но мне бы очень хотелось вдохновить вас историями, которые я дальше проведу. Итак, если мы говорим, что душа существует, и где-то она там находится, мы должны понять, где в Торе об этом говорится. Вот как Андрей сказал, в Торе, которую я учу, такого нету. Так вот, то, что я сейчас говорю, написано в самой Торе, в недельной главе перышит, когда Всевышний встал рано утречком, потянулся и сказал, замечательный мир я создал, не пора ли мне создать человека. И приводится прям мастер-класс по созданию человека. Без 3D-принтера. Он, написано, собрал пыль, глину со всего земного шара, собрал её в единый какой-то гуш и начал лепить человека. Когда тело было готово, написано, что и вдохнул он в тело Нишмат Хаиму, душу жизни. Что такое душа жизни? Душа, которая в нас. То есть эта история нас учит, что в человеке есть две вещи, которые существуют порознь, которые не созданы вместе, которые отделимы друг от друга. У нас есть душа и есть тело, которые когда-то были не вместе, соединились, и после смерти они опять разъединяются. Предлагаю вам представить, что Android, я не люблю айфоны, Android создал робота. Совершенную копию человека. Робот, которого, когда щекотишь, он смеётся, когда его щипаешь, он кричит и плачет, который умеет злиться, который умеет сопереживать, который умеет делать... О, мечта! Мне дети хотят на день рождения подарить робота, который помогает на кухне, чтобы освободить себя от этих обязанностей. В общем, робот, я уверена, что в скором будущем, дай Бог, мы до этого доживём, появится такое. Я уверена, что где-то сейчас уже в далёком Китае это всё есть. Зоя, спасибо большое за приятные слова. Чем этот робот будет отличаться от человека? Почему этот робот не станет частью нашего общества? Потому что в нём нету вот этого простого чувства «я». Я существую. Я чувствую. Я Дина, которая сегодня утром встала, и у меня болит голова, я себя плохо чувствую, я выпила таблетку. Я Дина, которая вчера радовалась тому, что мой сын наконец-то решил уравнение «у него нет души». Правильно? Только как мы видим эту душу, Марок? Как мы понимаем, что в нас есть душа? Ведь я надеюсь, что вот вы 74 человека, которые сейчас присутствуют, и дай Бог, вот сделайте, пожалуйста, репост этому уроку, чтобы этот урок послушали ещё больше, потому что есть ведь люди, которые говорят «нет души», «нету загробного мира», «нету ничего больше». Мы живём в этом мире, а дальше всё, темнота, пустота, нету продолжения. Это вы у меня такая публика вообще сознательная и принимающая, приятная. Не всем известно, что душа есть. Душа есть. Что такое моё тело? Если сказать грубо, моё тело – это владение всех. Человек на улице может меня, моё тело толкнуть. Человек, я не знаю, любой человек может меня на улице сфотографировать. Моё тело, о нём знают все, всё, потому что я иду по улице, я, например, очень люблю шить, и у меня уже такой глазомер, что, в принципе, давно есть роботы в Китае. Ну, да, знаете, как каждый китайский ребёнок утром делает зарядку, а вечером уже её продают в магазинах. Всё там есть. Так я, как человек, который любит шить, вижу уже по телу человека приблизительно, какие у него замеры, 90-60-90, какие плечи, какие у него... О нашем теле знают всё. А если мы пойдём с вами на полное обследование, то вообще станет ясно, что наше тело не секрет для остального мира. Что секрет? Секрет — это что я чувствую. Я не знаю, сколько походов к психологу мне надо сделать, и каждому из вас, для того, чтобы он понял, кто мы, что мы чувствуем, как мы реагируем, что нас мотивирует, что даёт нам стимул жить. Сколько бы я психологу, понимающему человеку, о себе не рассказывала, он никогда не увидит мою душу. Он увидит её часть, он увидит её оболочку. У каждого из нас есть душа. И сказать, что душа умирает, невозможно, потому что душу вдохнул в нас сам Всевышний, и она возвращается к истоку, для того, чтобы снова вернуться в этот мир. Итак, поколение из поколения, до момента, когда придёт Маши-Маши, Галин, добрый вечер, Екатерина. Очень рада, что вы присоединились. Надеюсь, что вы даже в середине урока поймёте, куда мы клоним. Сейчас. Если мы говорим о том, что душа Сары продолжает жить, то, о чём нам говорит название нашей недельной главы, то мы можем понять, что мы можем для Сары что-то сделать, что я могу сделать что-то для моего папы, что каждый из вас может сделать что-то для родственника, которого уже нет. Сейчас мы поймём, что. Во-первых, Кадиш. Кадиш — это молитва, которая говорится за упокой души 11 месяцев. Каждый день в молитве надо упоминать имя человека. Откуда мы учим про Кадиш? Есть такая книга, написанная 800 лет назад. Я не помню, кто её написал. Она называется «Орзеро». И там привозится история про рабе Акиву, который молился, ушёл в астрал. И там он увидел душу, которая вся, как будто бы после пожара, спаленная. И она не находит себе покоя, бегает туда-сюда, не может успокоиться. И рабе Акиву сказали «Остановись, дай поговорим». Я не могу успокоиться. Почему? Потому что это моё наказание, как аллегория, тяжёлая работа, которую я делаю сейчас для очищения души, за то, что я делал в том мире. А что ты делал в том мире? Я взимал налоги. Спасибо большое вам. Как-то человек называется, который из банка звонят и угрожает, мне о ком-нибудь сказано. В Израиле это называется «Масах Наса». Что это было? В давние времена все должны были платить налог. Естественно, царь не мог следить за каждым. И поэтому назначался какой-то человек на город, который знал, сколько каждый зарабатывает. И он в конце года должен был собрать определённую сумму и отдать царю. Естественно, с богатыми он должен был быть на короткой ноге. Это связи, это помощь, это всегда какие-то нюансы. Поэтому они брали деньги с бедных до последней крошки. За это я сейчас и прохожу своё испытание. Могу ли я тебе как-то помочь? Нет, не можешь. Ну скажи. Ну, я умер, когда моя жена была беременна. Я не знаю, кого она родила. Но если бы у меня был сын, который бы читал за меня Кадиш, моя бы дыша успокоилась. И рабе Акива у него спросил, где он жил, как его звали. Очень долго эта вся история приводится в книге. И в конце концов он находит эту семью, он берёт этого сына домой. Мама с удовольствием отдала, потому что не было отца, который бы его воспитывал, не было денег для того, чтобы его содержать. Он его научил Алифбет, он его научил читать Кадиш. И в тот же день, когда он прочитал Кадиш по душе умершего, к нему опять пришёл этот человек и сказал, спасибо, наконец-то я могу успокоиться, попасть в тот мир. Я не очень люблю такие истории, потому что я тоже рациональный человек. Мне очень сложно говорить о вещах, которые я не проверяла, которые я не знаю. Но я верю в то, что говорят наши мудрецы. И если кто-то из вас знает имя человека, за которого надо читать Кадиш, за которого вы не читали, я предлагаю вам сразу после урока обратиться в синагогу, которая находится в вашем городе. Написать мне, если у вас нет такой возможности, и я дам список с именами этих людей, Габаю, нашей синагоги, для того, чтобы он читал Кадиш. Потому что нет ничего более успокаивающего для души, чем молитва детей за души. И сейчас нам становится с вами понятно, что же... О, откуда смайлик? Если вам я что сказать, скажите. Сейчас нам с вами становится понятно, почему Рамбам так прицепился к слову «передо мной». «Передо мной» означало, что когда Абрам принёс тело своей жены, он сказал, похорони только то, что передо мной. Ни в коем случае не было бы у тебя, чтобы... Мысли, что я хороню свою жену, что я хороню Сару, я хороню только её тело, я продолжаю с ней жить, я продолжаю для неё делать, я продолжаю её дело. Не подумай, что я хороню человека. Например, в русском, какой бы богатый этот язык ни был, есть слово «умер», и оно показывает... Олицетворяет собой что-то конечное. Мы поставили точку. Ты умерла для меня, больше тебя нет в моей жизни, как будто бы и не было. У нас, вы говорите, есть слово «другое», которое говорит «переход», уход в другой мир, что-то как «present continue», что-то, что оно не заканчивается, мы не ставим точку, мы ставим запятую. Это всё не мёртвое. Духовная связь с человеком у нас может продолжаться, потому что когда мы с вами... Я очень боюсь говорить такие вещи, но мы с вами живём с человеком, мы не любим его тело, мы не любим его глаза. Что мы любим? Мы любим, как он смотрит на нас этими глазами, что он нам говорит, как мы чувствуем себя рядом с ним. У нас со всеми людьми духовная связь, даже люди, которых мы не любим, это люди, которые бесят нас своим поведением, своим взглядом на мир, своими мыслями. Тело нас не бесит ни у кого. Я надеюсь, что у нас у всех хватает ума понимать, что мы не можем ненавидеть только потому, что он чернокожий, только потому, что он еврей, только потому, что он араб. Мы ненавидим, потому что он проявил себя по отношению к нам так-то и так-то. И если есть, это духовная связь, которая не связана с телом, ясно, что существует ещё и эта связь после того, как тело уходит. Сейчас, секунду. Я хочу вам прочитать письмо от Ираби, которое я нашла. Секундочку. Что Ираби пишет по этому поводу? На своём публичном выступлении 13 апреля 1973 года Ираби трогательно говорил о евреях, погибших в годы катастрофы. Я вам сейчас немножечко зачитаю его слова. Меч и оружие, огонь и вода поражают лишь тело из плоти и крови и связь между душой и телом, но не могут причинить душе никакого вреда. Если вы спросите разумного человека, что важнее, душа или тело, что для вас дороже, что вы станете защищать в первую очередь, чья боль волнует вас сильнее, он, несомненно, отвечает, душа важнее. Чему это нас учит? Души любимых, которых мы когда-то знали, тех, кого посылали в Освенцим и убили за то, что они евреи, их тела погибли. Однако души их живы. Душа жива через день после Освенцима, через год после Освенцима и в следующем поколении после Освенцима. Душа будет жить вечно. Я вам хочу рассказать историю про парня, которого звали Двир Эммануэлов. Эммануэлов, да. Это солдат, парень, первый погибший в войне, которая в антифаде, которая называлась Литой свинец. Литой свинец начиналась в Муцей Шаббат, после Шаббата, когда наши солдаты заходили в Газу. И за несколько минут до Шаббата Двир позвонил маме и сказал, «Мам, не переживай, всё будет хорошо. Мы идём туда вернуть уважение Израилю, вернуть уважение солдатам. Я это сделаю, не переживай, со мной Всевышний». И именно этот мальчик получил первую пулю. И это был первый солдат, который умер в том боё. И его мама не находила утешения. У неё были ещё дети, они жили далеко, у них были семьи с дверьом, у неё была особенная связь. И она написала об этом историю из-за того, что я так ей прониклась. Мне хочется её рассказать так же, как и она. Но я не чувствовала этого, слава Богу. Я вам перескажу только суть. Она говорит, что 6 августа на день рождения Двира она пошла на кладбище. Там были друзья, которые рассказывали хорошие вещи про её сына. И когда она вернулась домой, она поняла, что больше она жить с этой пустотой не может. И она молилась и просила Всевышнего, Всевышний, дай мне, пожалуйста, смысл продолжать, какую-то идею, за что-то схватиться. Я знаю, что у меня есть дети, я знаю, что у меня есть внуки, но дверь создал в моей душе такую пустоту, такую дыру, которую, мне кажется, ничто не может запомнить. После этого прошло две недели, и её дочка решила взять маму, немножко проветриться. В Иерусалиме тогда был фестиваль, очень много звёзд проезжало, каждый день, и вечером они давали концерты. И они пошли на концерт, вот я даже записала, на кого? Мэр Банайз, знаменитый певец. И они сели, заняли свои места, и пока готовилось там всё в ожидании, к маме подбежал мальчик. Он начал с ней играть, разговаривать, и она очень вдохновилась, что он вообще не боится, как ты, как тебя зовут, меня зовут Эшель, как дела, давай поиграем. И вдруг она слышит, что у мальчика зовут Эшель, Эшель, где ты? Идём сюда, концерт начинается. И она взяла мальчика за руку, подвела его к папе, который ожидал на месте с коляской. И он сказал, Эшель, почему ты оставил своего братика Двира одного? И мама бессознательно сказала, Двира? А откуда такое имя? И он говорит, вы, наверное, не помните, но первый мальчик, который погиб в Афереде, Яцука в литом свинце, это был мальчик Двира. И его история настолько нас вдохновила, он был настолько чистым мальчиком, настолько трогательным мальчиком, настолько храбрым, что мы решили назвать своего сына в его честь. Мы не нашли его маму, не нашли его семью, но вот это наш Двира. И она зарыдала и поняла, что есть что-то, что мы оставляем в нашем мире после. Есть что-то, что заполняет пустоту. У нас принято, например, называть ещё один из аспектов именами умерших родственников. Есть много нюансов, кто хочет, мы можем вернуться, вы можете вернуться на урок по именам, тот урок вообще произвёл фурор, и столько из вас, я думаю, что вот вы здесь ещё и есть, мои старые молодые слушатели, которые после того урока взяли себе еврейские имена, понимают, что имя это что-то, что олицетворяет вечность. Я этот урок посвящаю за упокой души моего папы, Вэлвол Бенмейера прошу для себя у силышнего возможности с Божьей помощью в ближайшее время родить на свет здорового тела, здорового душой мальчика и назвать его именем Вэлвол, для того, чтобы мой папа жил здесь с нами, его душа спустилась, я чувствовала, что я не только своими поступками, молитвами, а и сыном продлила жизнь папы в этом мире. Кстати, если мы немножечко на личное перешли, то преподавать я тоже стала благодаря папе. Я думала, что я могу сделать такого, что продолжит жизнь папы. Мой папа, он был воспитателем в еврейской школе. Его обожали все мальчики. Он говорил, у меня есть две дочки и 200 сыновей, потому что все для него были просто частью нашей семьи. И я подумала, что, наверное, папе было бы приятно, если бы я продолжила его дело. Я бы преподавала, я бы рассказывала. И мне кажется, что это единственное объяснение, почему меня так слушает много. Я благодарна каждому из вас. Правда, вы делаете не мне приятно, вы делаете приятно моему осознанию, что я для своего папы делаю такое дело. Поэтому для папочки еще репост. доведем это дело до максимума с Божьей помощи. Пусть слова Торы будут слышны во всем мире. Чепуха, Алекс, очень рада слышите такое мнение. Скажите, что чепуха, рада ответить. Если нет ответа, я скажу, вы правы, у каждого свое мнение. Спасибо, что вы его здесь тоже высказываете. Итак, я с вами возвращаюсь вновь к тому, что начали, и мы с вами другими глазами сейчас читаем все три пункта, о котором говорится в нашей главе. Первое, то, что мы говорили про то, что он ее хоронит, про то, что новая девочка приходит в дом, про то, что он женится снова. Авраам говорит, тело похоронил, но я сейчас возвращаюсь домой для того, чтобы продолжить миссию, Сара, для того, чтобы продолжить ее дело. Что она любила, что ее олицетворяло? Я сделаю сейчас все, что она не успела. Эта женщина прожила очень тяжелую жизнь. Она 90 лет ждала своего единственного сына. Она всю жизнь посвятила готовке, уборке, приближению других людей. Она не думала о себе. И сейчас после смерти Авраам говорит, я тот, кто подумает о тебе. Я тот, кто исполнит твои желания. Тот, кто продолжит то, что ты не смогла из-за того или благодаря тому, что ты всегда помогала исполнять мою миссию. А сейчас я исполню твою. Итак, мы читаем заново. Первое. Похороны Сары. С одной стороны мы прощаемся с телом, а с другой стороны Авраам говорит, Сара, у нас с тобой был за всю жизнь один спор, который продолжался. Этот один спор был вокруг нервоззрения. Авраам, когда взял себе новое имя, и вместо Авраам стал Авраам, что переводится отец многих народов, он почувствовал себя главным за весь мир. И мы знаем, что Авраам, он является праотцом монотеизма. Да, Авраам стал праотцом от нас, извините, пошло христианство, от нас пошли от сына Авраама и Шмаэля, пошли мусульмане. Всё произошло от Авраама. Авраам чувствовал свою миссию завоевать этот мир. У него было восемь детей, у него было три жены. Сказано, что его жены были там от разных колен, чтобы весь мир завоевать. Сара, она говорила Авраам, я не знаю, о чем ты говоришь, и всё готово сделать ради тебя, но у меня есть моя миссия, твоя миссия противоречит моей. У меня есть один муж, и у меня есть один сын. А то, что надо Всевышнему, кто-нибудь знает? Да, я знаю. Всевышний написал своей торе, что он от нас хочет. Я думаю, что это его желание, я надеюсь, что сейчас я одно из его желаний исполняю. Сара говорила, мне не интересны другие народы, мне не интересны другие сыновья, ты любишь Ишмаэля, пожалуйста, до тех пор, пока он не влияет на моего сына. Как только она выгляла в окно и увидела то, что мы с вами учили на прошлой недельной главе, что Ишмаэль сидит, у него в телефоне айфон, и он показывает Ицхаку, смотри, а тут в танчики можно играть, а тут в такие можно зайти. Она сказала, откан, до сих пор, сейчас твоя миссия противоречит моей, Ицхак это мое, еврейский народ это мое, и ты не будешь здесь. И пришел Всевышний и сказал, слушай, что скажет тебе Сара. Мы еще понимаем, что Авраам насколько он любил Ишмаэля, что когда Всевышний посылает его на Акиду, на принести в жертву сына, он говорит, возьми сына своего, единственного, возьми сына своего, он говорит, ну, оба сына, единственного, один от Агар, один от Сары, любимого твоего, оба любимые, этот любимый, Ицхака, типа, ну что, тебе болван, непонятно, ну, я тебе И так, и так, и так, говорю, твой любимый сын должен быть Абрамом, потому что ты не только обо всех должен думать, что свойственно мужчинам. Дом, жена, перестаньте думать, как спасти весь мир. Пока вы спасаете весь мир, может потонуть семья. И это то, что говорит Сара. И теперь, когда он её хоронит, первое, что он исполняет, он говорит, Сара, я сейчас покупаю нам на дел в Израиле. Сейчас я покупаю нам дом, покупаю виллу. Твоя мечта сейчас будет исполняться. Ты всегда хотел, чтобы я осел, чтобы я занимался еврейским народом. Пожалуйста, я сейчас не буду гулять, не буду спускаться в Египет, что бы то ни было. Я купил дом, я купил участок, это нашим, и здесь я начинаю в памяти тебе строить еврейский народ. Второе, Ривка приехала. И здесь мы понимаем, что никто, кроме Ривки, не мог быть вместо Сары. Что для нас, как для мам, для родителей самое важное, чтобы наши дети вышли из отчего, тёплого дома, где их любят, лелеют, оберегают, хвалят, поддерживают, в дом, где к ним будут относиться так же, где вот так же получат любовь. Не зря у нас говорят, что женщина выбирает мужа, похожего на папу, а мужчина, похожего на маму. Мы ищем эти чувства домашние. И когда Ривка приходит в дом, и там появляется свет, духовность, запах кал, запах теплоты, семейного очага, это второе, что делает Ицхак, что делает, да, Ицхак Авраам. Они говорят, мама, я нашёл себе жену, у нас будут замечательные дети, я продолжу то воспитание, которое ты мне дала. И это второй подарок для Сары после её смерти. Третье, мне было сложнее всего найти объяснение, но когда я его нашла, я поняла, вау, какая глубокая Тора, какой вообще кладень информации хранится в каждом слове. Когда мы с вами говорим, что Авраам третий раз женился, на Ктуре или на Агар, третья новая жена или первая старая жена, и родил от неё детей, она родила от него детей. Очень сложно понять, а чё тут Сара? Она умоляла тебя, чтобы ты выгнал эту женщину из дома, и ты её опять возвращаешь. А это всё было для чего? Для того, чтобы когда Авраам писал своё, как это называется, письмо, предсмертное завещание, завещание невозможно обмануть. Ты всю жизнь можешь обнимать всех детей, давать каждому чувствовать, что он особенный, что ты всех любишь. И Авраам так делал, каждый из детей чувствовал, что он любимый. Но когда ты пишешь завещание, тут уже нельзя обмануть. Спасибо. И он пишет. Всё своё я отдаю Ицхаку, а шестерых новых сыновей от третьей жены, и дал он им подарки и послал их. Он говорит, Сара, я всю жизнь боролся за весь мир. Сейчас я понимаю, что ты была права. Я посвящу себя еврейскому народу. Я люблю всех, я уважаю всех, я накормлю всех. Но есть в жизни приоритеты. Этот приоритет выставила в жизни мне ты, и я буду его продолжать. Есть только ты, земля Израиля, и наше продолжение еврейского народа Ицхак. И в принципе, это самый большой конфликт между арабой Израилем. Арабы нас обвиняют в том, что Авраам любил Ишмаэля. Ишмаэль был первенцем. И если бы не истеричка Сара, то Ишмаэль бы там остался. И, может быть, избранным народом был бы Ишмаэль. И, может быть, взял бы Авраам Ишмаэля, на Акидат было бы у нас Акидат Ишмаэль. И он бы стал праотцом народа арабского, а еврейский народ был бы послан вообще так же, как был послан Ишмаэль. Но они никто не дочитали эту главу до конца и не увидели, что Авраам сделал свой выбор. Что это не Сара, не истерики, не тишина Божия. Что хочешь, пусть сделаю, лишь бы чтобы только молчала. Нет, Авраам сам до этого дошел. И я хочу закончить одной историей. В одной семье умер папа. И на всей этой нервной почве сыновья начали ссориться, что писать на камне. На, как это называется, постумент, монумент. Напишите мне, как называется этот камень, который стоит на могиле. Могильный камень, наверное. Неважно. Одни говорили уважаемому, любимому. Другие говорили папочки, третьи говорили дедушки. И они все поссорились между собой до такого скандала, что прям началось. Я не приду на похороны, а если вы это напишите, я вообще не приду. И один из сыновей пошел к рабе и поделился с ним своими переживаниями и спросил, что делать. И рабе сказал, человек после себя оставляет мацева. Да, я на русском искала слово. Мацева, давайте это так назовем. Вот еще слово на иврите выучим. Хотя с него не надо начинать учить иврит. Человек после себя оставляет две мацевы, сказал рабе. Одна духовная, одна физическая. Физическая, надгробный камень. Спасибо большое. Физическая это надгробие, место, куда мы можем прийти, положить камень, посидеть, повспоминать. Но это не главное. Главное это наследие, это мацева духовная, которую человек здесь оставляет. Это его дети, это продолжение его дел, продолжение в его внуках. То, что вы сейчас делаете, сказал рабе этому парню, вы из живой мацевы делаете мацеву каменную. Вы перестаете общаться, вы перестаете дружить, вы перестаете быть семьей. И вы теперь не то, что не исполняете миссию своего отца в этом мире, а вы становитесь камнем, на который можно только прийти и плакать. Я желаю каждому из нас, чтобы те души, которые уже сидят во престоле Всевышнего, они смотрели на нас и они гордились нами. Чтобы наши дети были продолжением нас. Чтобы наши внуки были еще лучше наших детей и нас, и дедушек, и бабушек. Чтобы у нас были силы делать в этом мире только те вещи, за которые нам никогда не будет стыдно. Желаю вам хорошего Шаббата, хорошей недели, счастливой и здоровой жизни. Like, repost, люблю.